Мы уже рассказывали о предполагаемом лидере ОПГ индейца из Новокуйбышевска Сергея Плужновия по кличке Винни, который по удивительному стечению обстоятельств до сих пор остается на свободе. То, что происходит в Самарской области сейчас, очень напоминает разборку итальянской мафии. Угрозы, убийства животных, похищения, избиения, полный комплект. Практически на наших глазах похитили свидетельницу по этому уголовному делу. Как выяснилось потом, двое людей в штатском похитили человека, девушку и под давлением заставили отказаться от своих показаний. Поджоги автомобиля, отравление домашних собак, как предупреждение. Сейчас вы видите видеозапись с камеры, как с помощью дрона были отравлены домашние собаки одного из свидетелей. Это как предупреждение, чтобы вдруг не сказал ничего о Плужнове в суде. Угрозы, избиения и все это, чтобы никто не показал пальцем на предполагаемого главаря ОПГ индейца Сергея Плужнова. Плужнов подает иск на нашу организацию, на нашу редакцию. Подает СМИ по месту своего жительства в местный суд Новокубышевский. Судья Наталья Бегишева, Бегишова, его принимает этот иск. Что в принципе уже нарушение основ судопроизводства. Нарушение подсудности. Чего можно тогда ожидать от этого дела в дальнейшем? А вот что, в дальнейшем она этот процесс гражданский делает закрытым. Абсолютно возмутительная ситуация. Ну то есть то, что Новокубышевский городской суд так вольно толкует статью 10 Гражданского процессуального кодекса, я такое не видел никогда. Дела о защите чести и достоинства, как правило, рассматриваются в открытых судебных заседаниях. В соответствии со статьей 10 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, разбирательство дел во всех судах открытое. Разбирательство в закрытых судебных заседаниях осуществляется по делам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, тайну усыновления, удочерения ребенка, а также по другим делам, если это предусмотрено федеральным законом. В данном случае разбирательство дела перешло в закрытый режим по решению суда, непонятно почему, удовлетворившего своим определением ходатайство истца о разбирательстве дела в закрытых судебных заседаниях. Это не гостайна, это не преступление в отношении несовершеннолетних, это не изнасилование, это спор о защите чести и достоинства. Очевидный вопрос, как еще журналистам защитить свое честное имя, кроме как не предъявить суду и другим своим коллегам сведения и доказательства, почему они сделали выводы и опубликовали данные материалы. А суд считает, что вот эта защита лишена какого-то смысла, потому что на выходе мы получим решение суда, в котором может быть написано что угодно, при этом у нас не будет ни аудио, ни видео съемок из зала суда, у нас не будет материалов, у нас не будет протоколов судебного заседания. Чем это закончится? То есть такое ощущение, что суд сразу сказал, какое решение он примет и почему. Абсурдный иск Плужного был принят и по его же просьбе процесс закрыт. Мы понимаем, почему этот процесс Плужнову легче рассматривать там у себя, в Новайкубышевске, нежели здесь в Москве. Потому что там, скажем так, есть ресурсы у него, чтобы он получил нужное решение. Для чего мы приехали к зданию Верховного суда. Мы привезли документы, точнее материалы. Дело, которое вышло из-под пера судьи Натальи Бегишовой. Извините, если ошибся. Мы их передадим лично Лебедеву. Лебедев пусть сам решит, куда отправить эти документы. По мнению нашей редакции, хищение нефти с помощью врезок у компании «Роснефть», государственной компании, это практически воруют у нас, у народа. Это общественно важное происшествие, общественно важное событие. И люди должны знать, должны знать, кто этим занимается. И компетентные органы, конечно, тоже должны об этом знать. И вот эти все иски, это всего лишь только, ну, возмучительная, но малодейственная попытка отдалить неизбежное. Рано или поздно этому всему, вот этому всему бизнесу придет конец. Этим уже заинтересовались депутаты, которые ответили на наши запросы, депутаты нового созыва. И эту проблему они уже не отпустят. Соответственно, все вот эти фильмы наши пойдут, расследуем фильмы расследования, пойдут не только депутатам. От депутатов они пойдут ФСБ, МВД и другие компетентные органы, которые будут в этом разбираться. И в принципе, это просто вопрос времени. Что, когда закрывают процесс? Это когда, допустим, есть государственная тайна. Вот скажите, вот в том, что происходит, в том, о чем мы делаем расследование свое. Есть государственная тайна? Тайны там точно есть. Там есть, что скрывать. Но государственная ли она? Вот мы сомневаемся, что это государственная тайна. А почему закрывают? А потому что мы не получим ни протокола. Мы не сможем там ни снимать. Мы просто получим решение. Держите. Исполняйте. Ну что, документы у нас все с удовольствием приняли. Будем ждать результатов. Обратиться к судье Наталье Бегишовой. Пусть меня если поправят, если что, в Верховном суде пусть поправят. Наша редакция всегда говорит о личной ответственности судей. Потому что сегодня вы приняли иск, завтра посадили какого-то невиновного человека. Только потому что, что какой-то человек в Новокубышевске решил вершить правосудие по-своему. Решать проблемы по-своему. Наши фильмы будут выходить дальше и дальше. И рано или поздно Плужнов, Сергей Плужнов, вместе с его коллегами предстанет перед судом. И вот этот иск, это попытка закрыть нам рот. Закрыть рот журналистам. Прекратить наше расследование. Но его уже не остановить. Информация уже ушла и МВД, и ФСБ, и в саму Роснефть. Это дело уже находится под пристальным вниманием соответствующих органов. Теперь в это дело еще попала фамилия судьи. Бегишева Наталья или Бегишова. Мы уверены, что закон, он восторжествует. Вот эта цепочка событий, она явно говорит, что нам, журналистам, хотят заткнуть рот. Затыкают вот так вот. С помощью судебной системы. Мне, знаете, трудно понять, почему, как судья Наталья Бегишова, Гишова, вот так вот откровенно подставляется, принимая вот такие вот иски. Рано или поздно это дойдет до коллегии судей. Вот этот сюжет, он наглядно показывает, как новокуйбышевскую фемиду, особенную фемиду, можно, так сказать, склонить, каким образом можно склонить ее на свою сторону. На экране вы видите макшот Плужного, фотографии, которые делаются после ареста подозреваемого. В копилке Винни масса преступлений. Конечно, большинство за солидные взятки сошло ему с рук. Крышевание, избиение, поджоги автомобилей. Криминализация, наверное, города Самары сказывается уже сейчас, хотя были случаи до этого, когда расстреливали и взорвали наши рынки. Но вот последний случай, конечно, просто вопиющий. Версия, это, ну, будем говорить, демонстрация силы. В марте в кафе новокуйбышевская Камакура он выпивал вместе с друзьями. Они отмечали тот факт, что одному из них, Алексею Пуслухаеву, удалось после кражи нефти отделаться условным сроком. По версии следствия, произошла ссора, и Вышинский взялся за пистолет. Выстрел зафиксировала камера видеонаблюдения. Записи обвиняемый стер, но силовики сумели их восстановить. В сети часто упоминается, что Винни был участником перестрелки на стадионе «Труд». Тогда в разборках подстрелили случайного прохожего пенсионера. 58-летний пенсионер возвращался с дачи, расположенной за улицей строителей. Проходил мимо стадиона «Труд», ничего не подозревая. Мужчину задела случайная пуля автомата. Он умер на месте. Долгое время о той перестрелке напоминали стены дома по улице Миронова, 31, изрешеченные, словно в военное время, пулями. Также в сети отмечают, что Плужнов угрожал убийством начальнику отдела ГИБДД и потом замял дело за 3 миллиона рублей. После наших первых выпусков по индейцам, Плужнов занервничал и стал делать глупые поступки. Видимо, своих советников Винни так достал, что те любыми способами делают все, чтобы он как можно быстрее оказался за решеткой. Что можно делать, когда тебе можно все? Ну, в отдельном взятом городе тебе можно все. Ну, можно, допустим, силой заставить кого-то молчать. Это будет в нашем фильме. Можно угрозами, можно деньгами заставить кого-то молчать. А можно через судебное решение заставить кого-то молчать. У меня всему этому происходящему, все, что происходит, объяснение только одно, что человеку, которому все можно в отдельном городе, он всеми доступными средствами добивается своего. Вот против нашей редакции с помощью суда. Этот иск нам еще помог вывести одного героя. Мы о нем слышали, когда были в Новокудышевске. Это Заплеевичка. Заплеевичка – это бывший полицейский. Когда-то он бандитов ловил. Когда-то. В былые времена сейчас ситуация поменялась. Сейчас он, кажется, на другой стороне. Вы знали, что на втором месте по популярности после фамилии Иванов находится фамилия Плужнов? Причем всех Плужновых на Вакуйбышевска зовут именно Сергей. На самом деле это все фейки, сделанные Плужновым и его советниками за несколько дней, чтобы спрятать настоящего Сергея Плужнова. Кстати, настоящий Плужнов раньше сидел во Вконтакте под аккаунтом Крокодил Гена. Очень символично, ведь, как неоднократно упоминается в сети, Винни плотно сидит на наркотических веществах. Также горе-консильерия Плужнова насоветовали ему заказать новостных материалов на разных сайтах с супергероями Плужновыми, которые то роды примут в лифте, то с инопланетянами пообщаются. По этому поводу мы делали отдельный выпуск. У предполагаемого лидера ОПГ-индейца Сергея Плужнова из Новокуйбышевска апрель месяц 21-го года выдался очень насыщенным, можно сказать, героическим. Ему пришлось поработать почтальоном, электриком, автослесарем, врачом, детским врачом. Его даже похитили инопланетяне, чтобы узнать, сколько пресной воды осталось на Земле. Это не шутка. Действительно, за несколько дней апреля в СМИ разных городов появились материалы о Сергее Плужнове, который совершает героические поступки. Плужнов придумал фейковых двойников, однофамильцев героев и раскидал выдуманные истории по всему интернету. В выдуманных материалах Плужнов спасает животных, детей, вырубает одним ударом бандитов и передает их в руки полицейским. Все это сделано, чтобы в поисковых системах спрятать реальную информацию о бандите Плужнове из Новокуйбышевска. Ведь огласка – страшная вещь. Лишнее внимание для Плужнова и его крыши губительно. Потом Плужнову сделали новый аккаунт уже с настоящим именем, но специально указали неверную дату рождения и спрятали лицо за шлемом. Вообще Плужнова печалит тот факт, что его теперь многие знают в лицо. Поэтому вместе со своими горе-советниками Винни решил подать на редакцию «Момент истины» в суд за распространение этой фотографии. Фотография из Иска, кстати, была и так уже в публичном доступе на сайте кольцевых гонок, где Винни катался на своем Порше с логотипом ОПГ-индейцы на крыше. Плужнов катается на машине с логотипом своей ОПГ-индейцы. Вы посмотрите на этот Порше Плужнова. А вот еще фотография вспомогательной газели. Представляете, насколько он чувствует себя безнаказанным? С этим сайтом, кстати, тоже есть интересная история. Посмотрите, как менялась страничка Плужнова из-за наших расследований. В какой-то момент Сергей Плужнов превратился в Сергея Плужкевича из города Нижний Ломов. Огромная благодарность тем людям, которые продумывают и советуют Плужнову, что делать дальше. Благодаря иску у нас появились новые люди в расследовании, которые могут быть связаны коррупционными схемами с преступностью Новокуйбышевска. Напомню, что ОПГ-индейцы занимаются воровством нефти с Новокуйбышевского НПЗ «Роснефть». ОПГ-индейцы взяли на себя, возможно, самый сладкий кусок. Это врезки в нефтяной трубопровод, который проходит по Самарской области. Прямо из-под носа Сечина выкачиваются колоссальные объемы сырья. По предварительной оценке злоумышленники с начала года могли откачать 18,5 тысяч тонн черного золота. За мной сейчас здание «Роснефти». По данным журнала Forbes в 2012 году в Самарской области было украдено нефть на 40 миллионов долларов. Отрезали от трубы. Сотрудники областного управления ФСБ обнаружили незаконную врезку в магистральный нефтепровод. Отвод длиной 2 километра привел оперативников на базу в Похвестневе. Украденные реализовывали на базы в Самарской, Саратовской и Оренбургской областях. А буквально по соседству с криминальной нефтебазой обнаружили завод, который занимался переработкой нефти без лицензии и с существенным нарушением экологических норм. 40 миллионов долларов – это только в 2011 году. Что творится сейчас, трудно подсчитать. Да и никто и не хочет. Всех это устраивает. Потому что все получают свой процент. Печальная статистика, когда регион является лидером по количеству криминальных врезок в России. Ситуации с криминальными нефтеврезками в Самарской области заинтересовались на уровне правительства страны. Дмитрий Медведев поручил МВД и ФСБ разобраться. Об этом говорится в резолюции, опубликованной на официальном сайте. Премьер-министр потребовал рассмотреть вопросы повышения уровня государственного контроля и надзора в этой сфере. Особенно это касается 63 региона, признанного лидера по количеству несанкционированных врезок в магистральные трубопроводы. Когда сам губернатор отчитывает тех, кто должен бороться с преступностью, а не покрывать ее. По итогам 2012-го зафиксировано свыше 1300 случаев. Эту проблему, как одну из ключевых, губернатор Николай Меркушкин обозначил в своем послании и на первой же встрече с самарскими полицейскими на коллегиях ГУМВД. И после неоднократно заявлял, тема для региона болезненная. И бороться с такими фактами необходимо в усиленном режиме. Мы разберемся здесь. И разберемся, прежде всего, конечно, в системе правоохранительной. Кто, как работает, почему, условно, до сих пор цветные металлы крадут. Почему в Чечне уже нефть не воруют с нефтепроводов, а в Самаре воруют? Потому что тут, я думаю, для любого профессионала ответ один. Если в этом не участвуют люди в погонах, там и нет воровства. Значит, в этом или участвуют, или покрывают эти вещи. По сегодняшний день индейцы воруют нефть в таких объемах, что это уже не локальное дело Самарской области, а вопрос безопасности целой страны. Хищениями должны заниматься московские сотрудники ФСБ, раз региону не по силам борьба с преступностью. Вопрос начальнику ОФСБ по Самарской области Андрею Акулинину. Как так получается, что возглавляемый вами отдел уже много лет допускает преступления, угрожающие безопасности целой страны? Это полная некомпетентность или личная выгода от многомиллиардных хищений? Также под сомнение можно поставить действия и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которого и так ждет вызов на ковер за проигранные прошедшие выборы и поражение кандидата от «Единой России» Игоря Станкевича. Я прошу вас максимально распространить это видео, особенно среди жителей Самарской области. Отправьте в городские группы, друзьям из города. Нам пригодится любая информация об ОПГ индейцев. Если в этом не участвуют люди в погонах, там и нет воровства. Значит, в этом или участвуют, или покрывают эти вещи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому